Здравствуйте, с вами Финверсия ТВ. Представляем вашему вниманию обзор рынка ценных бумаг на предстоящую неделю. Информация предоставлена независимым экспертом аналитического центра X-Critical. Французская компания Renault выпускает легковые и коммерческие авто под маркой Renault и Dacia, производит двигатели и комплектующие для них. Автомобильная корпорация была создана в 1899 году братьями Renault. Их первый автомобиль напоминал самоходную повозку. Тем не менее, он обладал рядом технических преимуществ, которые выделили его среди конкурентов. В 90-х годах XX века в истории компании начался новый этап. В это время был образован альянс Nissan, куплена румынская компания Dacia и Samsung Motors. С новыми приобретениями Renault получает доступ к азиатским рынкам и к рынкам Восточной Европы. Третий квартал 2019 года оказался неудачным для автоконцерна. Так, выручка компаний сократилась на 1,6% и составила 11,295 млрд евро. Тогда как за аналогичный период 2018 года этот показатель вышел на уровне 11,484 млрд евро. Ухудшение показателя произошло на фоне снижения продаж в Китае из-за слабой отчетности дочерней компании Nissan, продажи которой упали во Франции, Турции и Аргентине. Продажи французского автопроизводителя за прошлый квартал сократились на 7%. За отчетный период этот показатель упал во Франции на 4%, в еврозоне, в Европе на 3,3%, в Китае продажи снизились на 15,5%, в Северной и Южной Америке на 1,1%. По мнению нашего аналитика Сергея Рубана, техническая картина по эмитенту крайне неблагоприятна для покупок. Падение акций французской автокомпании началось в 2018 году, продолжилось в 2019. Похоже, что и в 2020 бумаги этой компании продолжат терять в стоимости. В прошлом году цена снизилась от уровня 54 евро к поддержке 40,60 евро. За первый месяц нового года торговый инструмент просел до отметки 35 евро. Мы рекомендуем рассматривать эту компанию лишь для продаж, так как серьезный рост бумаг Рено маловероятен. Возможны цели восходящей коррекции отметки 42 евро и 45,60 евро. В случае дальнейшего развития отрицательного сценария, цены, скорее всего, направятся к уровням 29 евро и 24 евро. Airbus Group является Европейской авиастроительной корпорацией и работает в сфере аэрокосмической промышленности. Компания занимается продажей коммерческих самолетов и комплектующих к ним, а также военными заказами. Долгое время корпорация играла вторую роль, уступая лидерство американский Boeing. Тем не менее, когда у американской компании начались проблемы и заряда авиакатастроф, Airbus заняла почетное первое место. Сама корпорация была создана в 1967 году, когда Великобритания, Франция и Германия подписали договор о сотрудничестве с целью создать европейский пассажирский авиалайнер. Со временем деятельность компании разделилась на три направления – коммерческие самолеты, военные и космические заказы и производство вертолетов. Диверсификация не только помогает авиапроизводителю максимально полно охватывать всю авиастроительную отрасль, но и повышает степень надежности. За прошлый квартальный отчет чистая прибыль имитента выросла на 3%, достигнув отметки в 989 млн евро. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года компания заработала 957 млн евро. Прибыль до налоговых и процентных выплат показала снижение на 14%, достигнув уровня 1,340 млн евро, тогда как годом ранее этот показатель составил 1,560 млн евро. Операционная прибыль в третьем квартале улучшилась на 2%, достигнув 1,6 млрд евро, поднявшись с показателя в 1,580 млн евро годом ранее. Выручка авиаконцерна при этом сократилась на 1%. Техническая картина рынка благоприятна для покупок акций Airbus. Покупатели вернулись на рынок в конце прошлого года, когда акции Airbus покинули район 115 евро 40 евроцентов и устремились вверх. Год имитент завершил в районе 135 евро. Это сопротивление актив преодолел в первых числах января, после чего цены поднялись к отметке 139 евро. Этот уровень остановил покупки и цена отступила в район 134 евро. Наш аналитик Сергей Рубан рекомендует добавить этот имитент в свой инвестиционный портфель. Полагаем, что следующей целью покупателей станет уровень сопротивления 150 евро. С другой стороны, пробой поддержки 134 евро позволит продавцам снизить цену к отметкам 130 и 127 евро. Для получения более подробной информации перейдите на сайт xcritical.com. Вы форекс-брокер или хотите им стать? Тогда вам надо знать все о контроле рисков. Принятие решений должны быть оптимизированными как по скорости, так и по объему обработанных данных. Множественные интеграции R&D продуктов. Быстродейственная CRM-система с большим количеством операций в одном окне и многоуровневой системой доступа для защиты ваших баз данных. Торговая платформа с повышенной производительностью и полной интеграцией с CRM, алгоритмами анализа и принятия решений. Все составляющие успешного форекс-брокера теперь под одной крышей. xcritical.com – ваш разработчик на рынке форекс.